Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами продолжаем тему семьи, семейных отношений, семейных кризисов. И начнем сегодня мы с вами говорить об очень интересной и глубокой теме, такая как инверсия семейных ролей. Для многих из вас эта тема может быть незнакома, или вы даже слышите впервые это, но на самом деле за ним стоит явление, которое довольно часто встречается с семьей. Что такое инверсия семейных ролей? Тогда, когда семейные роли, роли членов семьи меняются на противоположное значение. Например, дети становятся родителями для своих собственных незрелых инфантильных родителей, жена становится главой семьи, настоящим мужчиной, бабушка вообще становится главным мужчиной в семье. И, как вы понимаете, это часто бывает в наших семьях. И мы сегодня попытаемся начать эту тему, понять, почему так происходит, какие инверсии семейных ролей вообще встречаются, самые распространенные, какие причины, следствия этого явления. Самое главное, как помочь семьям и участникам этого сценария выйти из него. Вот сегодня мы начнем говорить о довольно таком распространенном явлении, как сын, муж своей матери. Безусловно, мы будем говорить больше о символическом, символическом таком сценарии, символической замене. Хотя бывают, конечно, разные случаи в нашей жизни, увы. Но все-таки мы поговорим о том, когда сын символически становится главным мужчиной в семье или от него ожидают, что он встанет. Почему я оговорилась, говорю, ожидает? Потому что очень часто, когда ребенка наделяют или ожидают от него, что он будет выполнять функции взрослого человека, то, к сожалению, этого часто не происходит. И, как правило, такие дети растут очень тревожно, с чувством вины. Почему это происходит? Потому что ребенок в силу его особенностей возрастных не может выполнять функции взрослого. Они ему просто не под силу. Он с ними не справится по вполне объективным причинам. Но такие дети, они понимают, что от них ожидали больше, он не смог этого дать тем людям, которых он очень любит, допустим, маме, бабушке. И поэтому он растет с чувством вины. И, как правило, такие дети очень тревожные. Сегодня мы с вами подробнее начнем и говорить о таком сценарии, как еще, повторяюсь, муж своей матери. Часто это происходит в семье, где мужчина ушел из семьи. Причем это бывает происходит из поколения в поколение. Сначала уходит бабушка, от бабушки дедушка, потом уходит папа и остается мальчик. Естественно, всю нерастраченную любовь выливает мама и бабушка на этого мальчика. Более того, они ожидают, что он вырастет настоящий мужчина. Не такие, как был дедушка и папа. Поэтому груз ожиданий очень силен бывает. И мужчина, и более того, почему дети, как правило, тревожны в таких семьях? Потому что от него ожидают очень обимполитных таких проявлений качества. С одной стороны, он должен вырасти сильным, смелым, решительным, принимать решения, добиваться чего-то, быть активным. Именно этого от него часто ждут. Но при этом он должен быть послушным, управляемым. Он должен следовать рекомендациям бабушки. Как правило, такого мальчика контролировать. И в этой ситуации, если ты находишься под постоянным контролем, очень сложно проявлять активность, целеустремленность и самостоятельность. И, как правило, такие мальчики выбирают уход бессознательный в какие-нибудь зависимости. Так проще им становится. И другого выхода нет. И, как правило, в таких семьях мальчики вырастают под гиперопекой, что не способствует его проявлениям самостоятельности. И, наоборот, способствует выученной беспомощности. Такие мальчики ожидают, что всегда последует какой-то совет свыше или рекомендация, как следует. Поэтому мы с вами сегодня подробнее поговорим об этом явлении. Почему так происходит? Какое следствие такого нарушения семейных ролей? И самое главное, как помочь участникам этого сценария выйти из него и построить более гармоничное отношение внутри семьи. Спасибо вам большое. Более подробную статью вы можете прочитать под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok